Приветствую вас всех уважаемые садоводы и огородники моего канала и сегодня я буду опрыскивать свои томаты борной кислотой. Объясню вам зачем это делается и когда и по каким признакам. Итак, обратите внимание, вот у меня помидор и у него листья немножко желтоватые и обратите внимание, что все жилки прям видно на этом листе. Это самые первые признаки того, что не хватает нашим томатам бора и его необходимо нам внести в это растение. Давайте более подробно я разберу признаки нехватки бора у помидор. По внешнему виду растений легко определить, что они испытывают нехватку бора. Верхние, но не нижние листья кустов желтеют, скручиваются, становятся мелкими, деформируются. Верхушечные побеги постепенно отмирают, так как питательные вещества не поступают к растениям. Кусты томатов очень слабо цветут. Завязи не формируются, большое количество пустоцветов, мелкие завязи опадают. Чтобы не допустить этого, в качестве профилактики необходимо давать подкормку нашим томатам бора. Для помидоров подкормка бором особенно полезно вне корневое опрыскивание наземной части томатов раствором борной кислоты. Опрыскивание лучше воздействует на растения томатов, стимулирует рост корневой системы и стеблей, улучшает обменные процессы, синтез полезных веществ, повышает уровень хлорофила. Все это делает растение более крепким и устойчивым к различным заболеваниям. Опрыскивание раствором борной кислоты позволяет увеличить урожайность помидор и значительно улучшить вкусовые качества благодаря увеличению сахаристости плодов. Опрыскивание проводят три раза во время образования бутонов в период массового цветения в стадии начала плодоношения. Между подкормками должно пройти минимум 10 дней. Если растения хорошо отреагировали на первую обработку, целесообразно проводите последующие, а если нет, лучше отказаться и не поливать таким типом удобрения. Вот на это обратите свое внимание. Вот обратите внимание, он сейчас показывал уже второй куст и как видите он не ярко зеленого цвета, то есть он немножко желтоватый такой стоит, то есть он не впитывает из земли макро и микроэлементы и вот поэтому я решил обязательно удобрить свои томаты борной кислотой. Для приготовления раствора необходимо соблюдать некоторые тонкости, исследовать инструкции по применению и использованию. Порошок борной кислоты приблизительно пол чайной ложки без верха, развести в стакане горячей воды для его быстрого и полного растворения, так как борная кислота очень хорошо растворяется именно в горячей воде градусов 50-60. Борная кислота у меня полностью растворилась и теперь мы наш стакан с борной кислотой добавляем к 10 литрам воды, размешиваем и уже готовым раствором можно опрыскивать томаты. Надеюсь вы меня поняли, разводится пол чайной ложки борной кислоты на 10 литров воды. Раствор борной кислоты у нас полностью готов и теперь начинаем опрыскивать наши томаты. Достаточно просто с наружной стороны опрыскивать, с внутренней не обязательно. Опрыскивание томатов борной кислотой намного эффективнее, чем корневая подкормка томатов бором, так как у нас сразу бор попадает на листья и сразу же впитывается в растении, то есть процесс намного быстрее происходит. Желаю вам всем больших и хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, всем пока-пока.